Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну и чего бы, господа, мне хотелось начать. По-моему, сам курс говорит, как говорится, сам за себя. Я вас, помните, предупреждал, что доллар пойдет на укрепление. И весь вопрос был, выпустит ли ЦБ. Мы видим, что в итоге 95.50. Конечно же, это все связано, прежде всего, с нашим календарем, а именно с наступлением Паула. Но я вам сразу хочу обратить внимание на юань. Мы помним, да, что основной мы с вами делаем прогноз за счет юаня. Для тех, кто канал смотрит впервые, еще раз напоминаю, что основные все факторы вы можете посмотреть в предыдущем ролике, который был непосредственно в рекомендациях подписчиков, а именно скоро новый курс доллара. Там очень подробно мы все это разбираем. Ну а чтобы не тратить время на дальнейших роликах, соответственно, мы договорились, что будем останавливаться только на основных факторах. И основной фактор в короткой форме, если его определить, это прежде всего юань, потому что через круз-курсы, а также непосредственно фонда национального благосостояния, бюджетного правила, все происходит через юань. И так как через круз-курс он привязан ко всем остальным валютам, то все операции на юане мы, в принципе, с вами и прогнозируем за счет того, что какой будет курс, соответственно, и доллары, и евро, и так далее. Поэтому мы говорили о том, что вчера, я вам сразу сказал, мне не нравилась картина такая, что юань начал подтягивать опять лаи, что мы в итоге закрывались выше 12.90. Я вам сразу сказал, что это говорит о том, что все-таки рубль будет слабеть. Так оно и произошло. Мамимо этого, вот мы помним, да, вот этот график я специально наложил, это сам индекс доллара, вот он сейчас показывает 104.14. Я вас предупреждал, что он пойдет вплоть до 104.40. Так он сегодня, в принципе, и пошел. И вот мы видим, что даже на наших глазах он продолжает еще расти. Видите, 104 уже 15. И на самом деле, как я и говорил, на 104.40 он может вырасти, и он уже туда ходил. Тем более, как бы поддержка Пауэлла все-таки, как говорится, оказала свое дело. И вот здесь у нас получается, что мы видим и рост доллара, и в то же время юань у нас тоже по непосредственной диапазону начал постепенно смещаться. Это говорило только об одном, что, конечно же, рубль у нас ослаблен. И вот мы видим, что доллар у нас сегодня достиг 95.50. Здесь, конечно, все равно была сдерживающая функция, потому что если бы, конечно, ЦБ сейчас бы не работал, то с большой вероятностью мы могли бы увидеть и 96, и 97. Так мы видим только 95, там около 50, да. И, кстати, по евро тоже у нас картина, мы видим, что она не превышает 103. Я вам тоже предупреждал, что, скорее всего, вот этот диапазон, пока все зависит, естественно, в рамках ЦБ Минфина, будет удерживаться. Но надо учитывать, что так как все-таки доллар-то растет, евро-то находится под давлением, поэтому юань, кстати, тоже. Но мы видим, что юань тоже растет. О чем это говорит? Что это, конечно, ЦБ закупает, значит, юань. Иначе другого варианта быть не может. Поэтому мы видим, что и диапазон смещается, то есть фонд национального благосостояния, собственно, все равно заполняется. А самое главное, господа, что мы приближаемся к сентябрю. И я вам говорил, что первое, зачем мы будем с вами следить для того, чтобы анализировать дальнейшее ослабление рубля, это за эмиссией рубля. То есть, если эмиссия начнется, вот на этом графике мы будем с вами отслеживать, если начнется опять рост денежной массы в рублевом эквиваленте, соответственно, да, то, соответственно, мы будем понимать, что рубль будет слабнуть и дальше. Девальвация идет сама по себе в чистом виде за счет напечатанных рублей. Это надо точно понимать. Поэтому вот сейчас заканчивается август, да, мы знаем тот объем, который был в августе, но мы не знаем, что в сентябре. Зато по вот этим совещаниям по юаню уже можно сделать с большим, как бы, скажем так, вариантом того, что все-таки эмиссия будет. Вывод почему? Потому что, еще раз говорю, идет конкретное, прям вот, планомерное, каждодневное смещение нижнего диапазона. И если мы посмотрим вот этот предыдущий период, казалось бы, мы здесь ставку ждали, да, все ждали, когда там будет ставка, и так далее, все ориентировались на ставку. А на самом деле произошел дальнейший рост эмиссии рубля, и мы помним, как буквально 28 числа, смотрите, нам остается не так много, всего три дня, вот он, 26, 27, 28, уже понедельник, резко уходит юань вверх, и, собственно говоря, после этого начинается только ослабление рубля. Мы помним, что, конечно, там Путин, как говорится, заявил о том, что надо сдерживать курс, но также мы понимаем, что у ЦБ, Минфина, есть все равно определенные свои задачи, которые они могут решать, поэтому гарантировать то, что они сейчас, как говорится, не пойдут на эмиссию, невозможно. Хотя бы мы видели последнее заявление о том, что и бюджет вроде бы как выходит не в дефицит, а в профицит, но все равно пока эта картина достаточно, прямо скажем, вот чисто по юаню, выглядит именно на то, что с большой вероятностью ослабление рубля продолжится. Вот по мне, из того, что я, по крайней мере, наблюдаю за последнее время, именно, как бы, вот все говорит именно об этом. И то, что доллар будет укрепляться, это понятно, а если его, естественно, не будет сдерживать ЦБ, Минфин, то, соответственно, мы понимаем, что доллар-рубль может ослабнуть вплоть до 96, до 97. Ну и опять же, вот этот диапазон в район 100. Мы помним, конечно, что 100 у нас такой психологический уровень, туда, как бы, ЦБ, Минфин пускать не должен, иначе опять начнется все эти правительственные разборки и так далее. Также мы помним, что спекулянты работают на рынке, да, и они при том, вот, кстати, обратите внимание, сегодня мы сейчас с вами это увидим, я сейчас покажу специально. Вот, значит, смотрите, давайте быстренько пробежим по календарю, потому что, как я уже говорил, все непосредственно связано с конкретно долларом, да, он все равно у нас идет прежде всего через календарь. Мы сегодня ждали с вами ВВП Германии, так как, соответственно, история с Германией достаточно плачевная, Америка фактически все ее ресурсы практически забирает себе, как мы понимаем, да, а все предприятия, собственно говоря, из Германии начинают переезжать в Америку, то, соответственно, ВВП показал, естественно, статистику плохую, что она, в принципе, ВВП не растет, и более того, даже начинает замедляться, что, в принципе, было довольно ожидаемо, потому что все уже прекрасно знают, что Америка сейчас фактически выживает, в том числе за счет Европы. Дальше, смотрите, у нас был председатель ЕЦБ Лагарь должна была выступить с речью, ее я так и не увидел, речь, а вот непосредственно главы Цандроманка Германии, он как раз заявил о том, что доставки надо дальше повышать, мы, так сказать, не решили проблему и так далее. И, конечно же, господа, самое главное, это симпозиум Джексон Холли, выступление ФРС господина Пауэлла. Это все ждали, ждали всю неделю, я вам об этом говорил, и я вам также говорил, что с огромной вероятностью, что, конечно же, Пауэлл поддержит непосредственно ситуацию с долларом, потому что, естественно, мы видели, что растут цены на нефть, сейчас мы все это с вами подробненько посмотрим. Давайте начнем, конечно же, с индекса доллара. Смотрите, вначале я вам покажу сразу дневной график, да, обратите внимание, как сегодня вырос доллар. Помните, я вам вчера говорил, 104,20, 104,40. Вот, пожалуйста, как я вас предупреждал, так оно и произошло. И, на самом деле, это еще не конец. Индекс доллара может укрепляться вплоть до 105. Процесс этот будет зависеть исключительно от тех данных, которые будут выходить в дальнейшем. Доллар сейчас развернулся непосредственно на укрепление, потому что, как я уже сказал, цены на нефть растут. И вот эти выступления Паула, я вам сразу могу сказать, что у нас в телеграм-канале есть полностью его стенограмма выступления. Но я вам, кстати, хочу еще один момент показать. Вот сейчас специально эта картинка уже стоит на подготовке, да. Значит, смотрите, по поводу нефти, да. Новый состав БРИКС будет контролировать 80% мировой добычи нефти. Помните, я вам говорил, что насколько важно, если все-таки в БРИКС войдет Саудовская Аравия. Вот оно, собственно говоря, к этому и ведет. С прибавлением состава БРИКС Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана Союз может контролировать львиную долю объемов добычи черного золота в мире. То же самое касается резкого роста ВВП нового состава стран БРИКС. Он составит 30% от мирового ВВП и превысит 30 триллионов долларов. Это ровно то, о чем я вам говорил. Почему так важно по поводу БРИКСа и почему мы за ним также были очень внимательно следили. Потому что даже то, что они сейчас и еще не приняли как таковую, например, как говорится, альтернативную валюту, уже вход этих стран говорит о том, что путь к этому однозначно будет. И прежде всего, конечно, путь к тому, чтобы уйти от нефти доллара. Это абсолютно однозначно, потому что основная декларация, собственно говоря, любых операций внутри БРИКС, это торговля национальными валютами или той валютой, которая будет принята как условная единица, какая-то бивалютная корзина и так далее. А мы как помним, что как раз именно из-за нефти весь происходит этот сыр-бор. То есть у нас нефть, во-первых, очень важна американцам для того, чтобы давить инфляцию. Любой рост нефти, естественно, вызывает рост инфляции. А они с ней как раз и борются, и в том числе как раз именно ставками и самим долларом. Также они, естественно, не хотят, чтобы российский бюджет зарабатывал в этой ситуации, потому что российский бюджет зарабатывает также через нефть. И в том числе для поддержки СВО необходимо, чтобы были хорошие доходы в любом случае нефтегазовые. А мы, как уже говорили, что цена на нефть непосредственно интересует Россию не столько Brent, сколько Urals. И, соответственно, цены на нефть. Urals именно те, по которым продает Россия нефть, как говорится, в нефтегазовой экспортной выручке. Поэтому это все напрямую влияет на курс. И когда мы понимаем, что ситуация с долларом, почему сейчас нефть просела, ведь она просела не потому, что там плохие запасы, рынок плохой, да, то есть не хотят покупать нефть, спрос упал. Нет, потому что доллар растет. Вот и все. Посмотрите, насколько вырос доллар. И вот этим как раз американцы давят на цены на нефть. Поэтому, чтобы уйти от этого механизма, естественно, нужно отказываться от нефти доллара. И тогда этот процесс уже так работать не будет. И тогда у американцев не будет возможности на все сырьевые товары, в том числе и на золото и так далее, да, собственно говоря, влиять за счет просто своего доллара. И вот в данный момент мы видим, что пока этот механизм только-только начинает развиваться, американцы используют, соответственно, доллар как оружие. И это требовалось что и доказать. Паул должен был обеспечить. И смотрите еще такой момент. Давайте посмотрим еще вот сюда, да, не сюда, простите, вот сюда. Облигации, господа. Помните, я вам говорил, что непосредственно госдолг США, в него всех пытаются все время загнать. За счет этого, кстати, и также постоянно крепится доллар. Потому что, смотрите, если мы посмотрим американский рынок сегодня, сегодня, обратите внимание, насколько он тоже вначале уходил вплоть до 4.360. Вот сейчас он пытается отыграть на 4.380. Вчера его просто слили. Это все как раз действие доллара. То есть доллар используется реально как оружие. Он и задавил рынки, и задавил как раз сырье. И вот мы видим, какая задача, чтобы всех отправить в госдолг. Видите, вначале он распродавался, теперь он начинает постепенно откупаться. А механизм один и тот же. Все используется с помощью доллара. И вот когда мы как раз видим, что страны БРИКС начинают уже фактически формировать вот эту коалицию такую, да, непосредственно, которая позволит обходить вот эти механизмы, то, соответственно, этот механизм скоро начнет меняться. Но пока вот что есть, то есть. И теперь смотрите, давайте я вам покажу, что же у нас сегодня происходило. Особенно это будет наглядно видно, как на 5-минутном графике. Значит, смотрите, возьмем сразу доллар-рубль. Он у нас тут тоже на 5-минутном графике. И юань, естественно, к рублю, да. Вот в этой секции проходит непосредственно операция с юанем в рамках бюджетного правила, да. Ну или, соответственно, национального благосостояния накопления вот этого вот кубышки и продажи экспортной выручки. Вот теперь смотрите, берем с вами утро, обратите внимание, доллар у нас уже выходил на максимальное значение изначально. Мы об этом с вами говорили, да. Потом уже, а он начал постепенно снижаться, постепенно. Но снижаться, опять же, не так, чтобы падать по отношению к предыдущим дням, а просто к данного дня, да. И обратите внимание, снижение двигалось вроде до 3-х часов, до 3-х часов. А почему до 3-х часов, господа? Потому что в 3 часа начинался Джексон Хоу, а Павел должен был выступить в 5 часов. Видите вот эти дикие колебания туда-сюда? Вот это выступление Павла. Как он выступал? А это была реакция доллара. И вот теперь смотрите сюда, на доллар-рубль. У нас с утра в начале была сразу попытка разогнать, я вас предупреждал, да, что у нас на 94,5 там мы можем спокойно ослабиться. Вот смотрите, вот прям со вчерашнего дня уже пошло ослабление 94,5. Они уже возгонять начали. После этого доходим до 3-х часов дня и смотрите, здесь уже диапазон. Вот до 3-х часов, если смотрим на доллар, у него идет снижение, да, а по курсу доллар-рубля у нас идет просто горизонт. Это работа Центробанка. Если мы посмотрим на юань, здесь то же самое. То есть смотрите, в начале-то его продали, да, вернее купили, прям разогнали, а потом стали сдерживать. Вот он пошел уже в разгон. Почему я вам сказал, что то, что мы видим сейчас там 95,5, да, это Центробанк работал, он сдержал. Если бы он не сдержал, все, вот отсюда бы уже пошел полет и ушли бы далеко и далеко. А мы видим, что до 3-х часов происходит абсолютная рейнджевая динамика после вот этого подъема. А вот в 3-х часа, господа, начинается конкретный закуп. Вот прям в 3-х часа. Притом смотрите, если мы смотрим на индекс доллара, то он в 3-х часа наоборот снижается. И вплоть до 4-х совсем немного просто возвращается в обратную зону. Более того, потом уже с 5-ти часов его просто начинает бросать вниз. А что происходит с долларом и рублем? Нет, этого не происходит. Смотрите, он только растет, 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 растет. И вот к 5-ти часам, вот он выступил Пауэлл, и после этого он просто резко уходит вверх. Уже вот здесь начался закуп. Начался закуп. Не знаю, через юани это делали или конкретно доллар. Потому что смотрите, интересный момент, если мы посмотрим еще вот сюда. Спекулянты, возможно, покупали. Есть объемы, видите, импульсный бар. Вот по юаню, если смотреть, импульсного бара нет. Вот если мы зайдем, например, на юань, посмотрим, да, в течение дня. То смотрите, вот помните, вот эти импульсные бары, мы на них с вами ориентируемся, когда делаем прогноз. Вот они у нас здесь обозначены. Вот они импульсные бары. Это те бары, которые смещали диапазон. После чего, собственно говоря, и пошел вот это ослабление по рублю, да. Это именно за счет того, что вот эти объемами смещали диапазон. И мы видели после этого дальнейшее ослабление. Вот здесь мы видим, смотрите, не было. То есть по юаню конкретно объемов не было. А вот если посмотрим по доллару, вот он импульсный бар. То есть конкретно, либо спекулянты закупали конкретно доллар. И мы видим смещение диапазона. И началось это, как я еще раз говорю, в районе трех часов до выступления в Джексон Холле. А на пять часов уже, соответственно, все это продолжилось. Либо, соответственно, все-таки в том числе в юане закупал в том числе ЦБ вместе с Минфином. Но вот, кстати, интересный момент. Сейчас мы вот здесь посмотрим с вами пятиминутку. И мы увидим, что происходило в этот момент с ЦБ Минфином одновременно. Вот смотрите. Вот у нас получается наш день. Обратите внимание. Вот они, видите, продажи? Вот они, продажи. Вот здесь продает Минфин. Это вот зеркалирование сделок, так называемое. Вот на этом графике я специально его построил. Для того, чтобы было очень наглядно. Вот смотрите. 10 утра. Начало. Видите? Юай начинает расти и доллар начинает расти. И в этот момент евро продают. А потом резкий выкуп идет. Потом опять продажи. Вот оно и это идет зеркалирование сделок. То есть здесь ЦБ, простите, Минфин продает экспортную выручку. А ЦБ в этот момент закупает юани. Вот так это должно работать. И, соответственно, курс должен находиться в стабильном, соответственно, диапазоне. И вот, смотрите, обратите внимание, пробой по доллару происходит как раз в районе 3 часов. Так вот, с 3 часов и к 4 часам. Вот когда Паул конкретно начал выступать. Вот. Вот в районе 16.20 в 5 часов он начал выступать. И там при том у него, естественно, были комментарии разноплановые. И вот мы видим, вот оно здесь пошел пробой. Вот здесь мы уже вышли за 95. И пошли в 95.50. Здесь уже подтвердилась история, что Паул будет поддерживать доллар. И вот мы видим в итоге рост. И еще раз говорю, весь вопрос теперь, как будет действовать ЦБ. То есть, как мы помним, задача у него, естественно, сдержать курс. Это и Путин сказал, и правительство как бы дало команду, что надо курс сдерживать. Но вот выполнят они это или нет, вот тут большой вопрос. То, что мы видим сейчас, в данный момент, однозначно указывает на то, что рубль слабнет. В каком диапазоне его отпустят, сказать сложно. Потому что, еще раз говорю, все будет зависеть от их непосредственно задач. Мы видим одно. Диапазон постепенно смещается. Мы как бы понимаем, что его как бы и технически, и фундаментально. Доллар, понятно, будет расти. Мы также получили. Видите, вот когда Паул выступал, то он вначале одно говорил, потом другое, потом одно, потом другое. Вот если вы захотите, в телеграм-канале у нас здесь полностью, абсолютно есть все его выступление. Если хотите почитать прямо в деталях, вот оно у нас здесь полностью есть. Но я вам хочу сказать, что основная мысль этого выступления в том, что ставки будут подниматься, продолжать. Вот оно, кстати, вот оно конкретно, вот оно длинное, длинное. Вот он отсюда начинал. Он все говорил про рынок труда, про экономический рост, про перспективы. Вот оно, очень такая длинная портянка. Вот базовая инфляция на товаре снизилась. Вот это вот все его выступление. Так вот, а это еще даже не все. Вот оно, простите, еще дальше идет. Вот оно, доброе утро на прошлогоднем симпозиуме в Джексон Холле. Я выступил с кратким и прямым посланием. Ну и вот смотрите, в короткую форму ввели вот так вот, да. Джером Пауэлл заявил, что федеральное резидермирование системы будет действовать осторожно в вопросе о повторном повышении процентных ставок. И на этом, видите, вот эти вот колебания были. То есть все думали, что возможно ставки приостановят и так далее. Но на самом деле, если внимательно читать его речь, я-то ее внимательно читал, то там получается на самом деле картина далеко не однозначная. То есть однозначно понятно, что он будет следить за всеми поступающими данными. То есть, господа, как раз возвращаемся к нашему календарю. Вот это все будет определять в итоге, какие будут дальнейшие ставки. Он будет выступать на следующих каких-то заседаниях и так далее. В рамках вот этих данных, которые будут выходить, это прежде всего рынок труда. Это прежде всего вакансии, пособие по безработице, индекс цен потребителей, индекс цен производителей. То есть все те статистики, которые мы с вами вот всегда пристально отслеживаем. И он четко дал понять, что в зависимости от этих данных будет приниматься решение по дальнейшей ставке. Но что он самое главное сказал? Что все равно ставка будет подниматься до тех пор, пока они не достигнут вот этой целевой инфляции в 2%. Однозначно он будет ее продолжать поднимать. И при этом будет следить, естественно, за той статистикой, которая будет поступать. Также он тоже на что указал четко. И вот почему, между прочим, американский рынок в итоге, да, у него же там был видео, например, да, отчет, который обосновал вот этот вот пузырь, который был с искусственным интеллектом. И рынок должен был, по идее, там уже пойти как бы на отскок, да, даже вплоть до 4500. Но он четко сказал, что экономику они будут сдерживать ниже тренда. То есть экономика будет хотеть расти, а они будут, соответственно, за счет денежно-инкредитной политики сдерживать. И вот американский рынок поэтому отработал в итоге 4380, вот он вернул, да. И теперь с большой вероятностью у него будет ограничение там 4450, наверное, вот это максимум. То, что, скорее всего, пока позволит. Но тут все будет зависеть от того, какие будут выходить данные. Поэтому еще раз говорю, на укрепление доллара, опять же, вот помните, как я раньше, когда снимал ролики, я вам говорил, все против рубля. Вот сейчас картина точно такая же. Все против рубля. Но, есть но, действует Центробанка и Минфина. То есть мы понимаем, что доллар, даже видно, что и спекулянты закупают, я об этом тоже вас предупреждал, да. Вот я еще раз говорю, даже вот на этом баре сегодня прям видно, что идет объем по доллару конкретно. Доллар-рублю, это вот конкретно прям по доллару, по юаню нету. Но юань, мы видим, смещается по диапазону. Он смещается по диапазону. То есть лои подтягиваются, и это говорит о том, что, конечно, он тоже дает все сигналы на ослабление рубля. Мы видим, что пока у нас диапазон 9550, еще раз говорю, сдержали, но могут и дальше выпустить. Потому что юань идет на дальнейшее ослабление, простите, по укреплению. По укреплению идет по лоям, это очень важно. Поэтому тут все будет зависеть от Центробанка и Минфина. Общая картина однозначно говорит о том, что рубль будет слабнуть. Есть еще один момент, господа, по поводу инфляции. Она тоже безумно выросла и продолжает расти. И самое главное, что она, господа, растет, прежде всего, конечно, из-за бензина. Вот, между прочим, если уж на то пошло, да, там, когда там нам говорят про ставку, что надо срочно там что-то делать непосредственно с, как говорится, с инфляцией. Для этого надо повышать ставку. Но вот есть вот такой момент. Сейчас я вам покажу. И вот вопрос, как будет это делать правительство, я просто пока не совсем понимаю, потому что разговоров об этом очень много, но решения так и нет. Вот сколько об этом говорят, а решения так и нет. А инфляция, на самом деле, за счет бензина, она растет безумно. И бензин действительно дорожает. Вот сейчас я посмотрю, где здесь было у нас непосредственно данные по бензину, по цене. Она просто на максимальных уровнях за все, можно сказать, последнее время. Вот сейчас один момент. Просто это важно, потому что, как вы понимаете, рост инфляции, он, конечно же, будет говорить о том, что нужно как минимум со ставкой решать вопрос, да? А вот здесь вот выше, что ли, сейчас? Нет. Блин, не выложил, что ли? Ну, в общем, короче говоря, по бензину, господа, у нас ситуация очень плохая. Очень. Бензин дорожает. И как они борются с инфляцией, не борясь, как говорится, со ценами бензина, непонятно. И вот этот вопрос со ставками, понятно, что раз инфляция растет, значит, ставки будут расти. Но вы четко должны понять, что это не будет конкретно влиять на курс доллара. Вот в чем дело. Потому что именно на курс эта история не работает. Мы уже с вами об этом говорили. И тут весь вопрос, да, ведь мы не выложил еще. Ладно, значит, выложу позже. Значит, смотрите. Дело в том, что просто вот то, что сейчас будет в ближайшее время решение поставки, да? С большой вероятностью ее будет поднимать. Потому что инфляция растет. Но поддержку рублю она не окажет. Вот в чем дело. То есть она может замедлить экономику, да? За счет этого типа сдерживать будет инфляция. Но это не дает укрепление рубля. Вот в чем проблема. Поэтому на ставку мы уже, как в прошлый раз, да? Там ждали, смотрели, что там скажешь, набиулина и так далее. Бесполезно уже на это смотреть. Вот на что мы будем смотреть, господа. На прирост рублевой денежной массы. И прежде всего в сентябре, первого числа. Вот за этим мы будем следить. И вот все признаки говорят о том, что с большой вероятностью у нас продолжает печататься рубль. И эмиссия может опять вырасти. А как вы понимаете, если эмиссия будет опять высокой, и соответственно у нас будет вот это наполнение бюджета не за счет газовой экспортной выручки, да, нефтегазовой, а именно напечатанные рубли будет, то вот эта девальвация, которая у нас вот это все это время шла, она естественно сразу продолжится. И тогда мы курс действительно увидим и за 100. Просто надо четко понимать, что это будет связано не с ростом доллара, хотя доллар растет, да, а именно с напечатанными рублями. Как это было вот все вот это время, которое мы, так сказать, сопровождаем с 88 до 84, вот отсюда пошла дальнейшая эмиссия рубля. Она начиналась еще вот здесь, мы уже с вами все это смотрели, да. Но продолжилась она как раз с курса 82.84, потому что на самом-то деле, если не брать эмиссию рубля и не вот эти закупки юаня на напечатанные рубли, то диапазон должен был быть на 82.84. Поэтому, господа, к следующей неделе мы подходим с вами с достаточно интересными ожиданиями, то есть с большой вероятностью дальнейшего ослабления рубля, укрепления доллара самого по себе. И тут весь вопрос, как будет выступать ЦБ. Поэтому по прогнозу картина следующая. Так как юань продолжает у нас укрепляться, и мы видим, что лаи подтягиваются, соответственно, по доллару мы ждем с большой вероятностью выход к 96.97. Но определять это будет действие Центробанка и Минфина. Потому что, когда там некоторые клоуны, извините меня, пишут в комментариях о том, что я говорил, что-то не пробивает или куда-то не уходит, еще раз напоминаю, действия все контролируют ЦБ и Минфин. Не рисунки кого-то, стрелочки и прочее, а конкретно ЦБ и Минфин. Доллар сам по себе продолжает укрепляться. Я вам это все показал, привел все примеры, все доказал и рассказал. Даже для особо одаренных. Кстати, покажу еще вопрос, связанный с облигациями. Помимо того, что они у нас распродавались, смотрите, по доходности. Они сегодня тоже у нас практически старались выйти на максимум. Они откатились после того, как начались покупки, когда доллар резко вырос. А вообще, в принципе, доходность облигаций тоже растет. Вот смотрите, двухлетки. Они вообще не откатились и вообще находятся на максимуме. Поэтому все говорит о том, что доллар, безусловно, будет укрепляться. Но еще раз говорю, это курс валют. Это даже не акции. Поэтому рисунки, художество здесь не работают. Вот то, что мы нарисовали, это было связано четко с политикой ЦБ Минфина. Мы отталкиваемся от их действия, а не от каких-то там стрелочек, максимумов, лоев и прочее. Поэтому и обратите внимание, как четко работают эти диапазоны. Вот казалось бы, что бы тут не пробить 102 и улететь на 103, там 104. Вот почему бы это не пробить? А потому что есть четкие обоснования. Потому что работа диапазона, в котором работает ЦБ и Минфин, а не тот, кто там что-то там чертит и ждет, куда пробьет, не пробьет и так далее. Поэтому еще раз говорю, для прогноза нужно понимание, что будет делать дальше ЦБ и Минфин. В любом случае диапазон было приказано сдержать. 100 не хотят пускать. Путин это тоже подтвердил. Я уже говорил, это психологическая отметка и так далее. Но в рамках действия по юаню, мы видим, что картина явно говорит о том, что рубль слабнет. Потому что если отталкиваться от юаня, а мы видим, что именно он реально сейчас работает, то мы видим, что он идет на укрепление. Самое главное, подтягивая лои. Каждый новый уровень, под которым подтянул снизу, это говорит об ослаблении рубля. То есть уже ниже не дадут. А значит, соответственно, как мы понимаем, по тому же рублю, доллару, как я вам говорил, уже не ниже 94. Теперь уже картина становится не ниже 94.50, как минимум. А то потом может закрепиться и не ниже 95. Но опять же, все в руках ЦБ. Поэтому я за него гадать на кофейной гуще не буду. Я вам говорю и с той ситуацией, которую вижу. Также напоминаю, что естественно у нас на следующей неделе будет, соответственно, много опять новых календарей, связанных с новыми событиями. А как мы понимаем, что теперь вся история перестраивается исключительно на вот эти вот ожидания данных и встреч, как называемые, да? То есть, как говорил Павел. То есть мы теперь должны будем получать вот эту статистику и на основе этой статистики будут происходить все движения. Но спекулянты получили сигнал на рост доллара. Вот это вы должны понимать. То есть, если, соответственно, что называется, не будет ЦБ и Минфин вмешиваться в эту историю, то мы увидим резкий рост. И я вам уже вот здесь вот как раз четко показал, как это происходило. То есть, когда доллар у нас изначально, вот он, происходит сразу взлет у него ночью, да? И он начинает дальше только расти. И когда мы увидим, что открывается доллар-рубль у нас, вот он, сразу происходит взлет. Но тут же начинаются распродажи. Вот он, вот этот диапазон. Это сдерживал ЦБ и Минфин. Где я вам даже уже показал, даже секции по евро показал. Просто там есть некоторые товарищи, которые на такую клоунаду пишут. Просто смотришь на них и думаешь, вот если ты решил что-то сказать, ты скажи чем-нибудь умное или просто иди дальше. Просто вот на самом деле иногда просто диву даешься. Некоторые, большинство у нас все-таки нормальных, адекватных подписчиков. А некоторые просто, ну такие имбецилы, извините за выражение. Так вот, разговор получается следующий. Что мы теперь на следующей неделе с большой вероятностью пойдем на ослабление. Если только не будет работать Минфин и ЦБ. Имейте ввиду. Поэтому мы, естественно, в воскресенье посмотрим, соберем новый календарь. Посмотрим, какие там будут события. Там с большой вероятностью будет много статистики, которая связана непосредственно как раз с влиянием на доллар. Но еще раз говорю, когда вы пытаетесь прогнозировать курс, вы должны понимать, все события связаны с долларом в любом случае идут через фильтр, который проводит Центробанк и Минфин. И если даже все будет говорить о том, что доллар растет, но при этом ЦБ Минфин решит, как говорится, что этого быть не должно, то вы увидите резкий слив. Понимаете? Поэтому никогда не думайте о том, что раз вот там кто-то вам сказал, что вот туда пойдет, потому что там вот максимум, здесь вот отстояли, здесь и там проторговка, аккумуляция, дистрибьюция и прочее вот это вот все, связанное с валютой особенно, это вот мне нравится. Так вот, еще раз говорю, здесь ситуация абсолютно будет зависеть от их действий. И мы это видим, что они пока курс сдерживают. Не до конца, мы уже видим, что на 95.50 мы все-таки постепенно сползли, но надо учитывать, что и доллар сильно вырос при этом. А вот дальше вопрос, будут они сдерживать или нет. На данный момент ослабление по юаню однозначно присутствует. Поэтому тут уже, как говорится, ждем. На этом, господа, напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара рубля, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Трейдер Клаб, анализ акций. Если, соответственно, вас интересует не только курс доллара рубля, у нас там есть еще и прямой эфир, вы можете также поучаствовать, можете заходить, непосредственно находиться там и задавать вопросы. У нас есть абсолютно прямой, пустой, абсолютно чат, в котором вы можете также без проблем все что угодно там присылать свою информацию какую-то, да, делиться с другими, потому что здесь все, в принципе, как говорится, единомышленники. И если вы не какой-нибудь там просто хейтер и так далее, то вам всегда будут там рады. Если вы занимаетесь, извините, херней и пытаетесь там или спамить или еще что-то, конечно, к нам тогда вас не пустят. Но, а так, в принципе, всегда, как говорится, милости просим. Также напоминаю, что, естественно, будем делать обзор каждый день, каждый день будем собирать все эти события, все это связывать в общую цепочку, исходя из этого, соответственно, приближаться к прогнозу, еще раз говорю, негоданию на кофейной гуще, ни рисованию художественной и прочее, ни каким-то там своим каким-то теориям заговора и усматривания, что все там, как говорится, ничего не стоит рубль, зато доллар стоит все и так далее. Вот если у вас в этой все в голове вот этого всего нету, то, собственно говоря, вы должны тоже понимать, что на самом деле все, еще раз говорю, в курсах валют прежде всего определяет Центробанк и Минфин. Поэтому для того, чтобы приблизиться к их прогнозу, нужно как минимум понимать, во-первых, как работает сам доллар и что на него влияет, потому что те, кто рисует, они даже зачастую понятия не имеют, как на самом деле сам доллар работает. Я уже неоднократно сам ради интереса смотрел эти каналы и хотел понять, вообще на чем люди анализа свой строят. также должны понимать, как устроен рубль, что конкретно влияет на рубль, что конкретно влияет на ту страну, которая принадлежит этой валюты, для того, чтобы делать какие-то прогнозы. И исходя из этого уже можно как-то приблизиться, при том, еще раз говорю, не зная замысел ЦБ и Минфина и какие у них стоят задачи, вы все равно не угадаете, не осуществите предсказания по курсу до тех пор, пока, как говорится, сам ЦБ или Минфин не даст какие-то сигналы, как он будет действовать. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.